Ну привет, друзья! В своём предыдущем видео я затронул тему малокалиберной винтовки. Ну и поскольку она уже затронута, решил показать ещё один образец. Но правда, это уже не складная винтовка выживальщика, а обычная малокалиберная винтовка. Marlin XT22. Чем она отличается от простой мелкашки? Тем, что она Magnum. То есть, она использует не LR-патроны, а WMR, то есть, винчестером Magnum Rimfire. Винтовка эта с болтовым затвором, не полуавтоматическая. Мне оружие для охоты, нарезное оружие с болтовым затвором, нравится больше, чем полуавтоматическое. Почему я её показываю на подставке для чистки? Ну, во-первых, сама подставка по себе удобная, чистить на ней удобно. Во-вторых, когда показываешь с рук, она трясётся, и рассмотреть не всегда получается. Так она стоит более-менее спокойно. Не хотел я мерить размеры, бегать за рулеткой, но потом всё-таки решил замерить. Может, кому-то будет интересно. Ребята, только извините, у меня рулетка меряет в дюймах. У меня нет сантиметровой рулетки. Но если кому-то нужно, кому-то это очень важно, то переведите. Умножьте на 2,5, и получится в сантиметрах. Так, общая длина винтовки. Сколько у нас получается? 41 дюйм. 41. А длина ствола? Так, длина ствола 21. Чуть-чуть-чуть. Ну, будем считать 21. Для сравнения я скажу, чтобы можно было себе представить. Длина ствола автомата АКМ, обычного АКМ, 16 дюймов. А у винчестера, который знаменитый винчестер со скобой снизу, 20 дюймов. У традиционного винчестера, который использовал калибр 30-30. Так, чтобы это можно было представить. У этого 21. Так, что дальше я могу показать? Болтовой затвор у неё, как у всех болтовиков, снимается. У него это короткий взвод. Сейчас магазин стоит. Магазин у неё, говорят, что вот 5-зарядный магазин. Неправда. Магазин 4-зарядный. Не могу найти кнопочку. Вот она. Вот она. Магазин 4-зарядный. 5-й они имеют в виду в стволе. То есть, зарядил, и ещё один ствол будет 5-зарядный. Есть в комплекте точно такой же магазин идёт, только больше, длиннее. Он 10-зарядный. Затвор легко снимается. Нажав на курок, затвор вытаскиваешь. Вот так вот. Часть затвора сделана вместе с ударником, сделана с нержавейки. Часть затвора обычный металл. Вот так вот он выглядит. Ничего интересного в нём я особого не вижу. Затвор ходит очень мягко. Так вот, когда перезаряжается, очень приятно на руку. В заряженном состоянии вентулку можно поставить на предохранитель. В незаряженном состоянии её на предохранитель поставить невозможно. Чтобы не оставлять затвор во взведённом состоянии во время хранения, делается очень просто. Его взвёл, нажал на курок и отпустил. Поставил на место. Всё. Убрал руку с курка. Затвор не взведён. Я думаю, что у большинства, если не у всех, то у большинства винтовок такая же точная система. Курок имеет... Смотрите. Вот он. Когда вы подняли затвор, когда он взведён, у него выходит дополнительный крючочек. Вот тут вот. Ну как, второй внутри выскакивает. Это своего рода предохранитель. Щёлкать я холостую не буду. Когда винтовка не взведена, он не торчит. Поэтому по положению вот этого вот крючка, глянув на винтовку, вы можете определить. Если он выпирает, значит, винтовка заряжена. Вот не нужно было это щёлкать, но ладно, щёлкнул, значит щёлкнул. Что у него дальше? У неё есть регулируемая планка вот здесь. Планка сделана типа как у винчестера. У 30-30 тоже она запрессована. Ударом можно его постукиванием, молоточка маленького, медного, можно смещать вправо или влево. Или вот этой вот вырезами, то есть нажимаешь, приподнимаешь немножко саму пластинку, она движется вперёд-назад и опускается уже, изменив свою высоту. То есть, когда вы пристреливаете её на какое-то расстояние. Передняя мушка у винтовки нерегулируемая. Но что я могу показать ещё? Показать могу патроны, которые она использует. Вот смотрите. С правой стороны с чёрными пулями это обычные патроны 22LR. А с левой стороны это магновские патроны. Видно, что они немного больше. Пули у них одинаковые по диаметру. Толщина гильзы тоже одинаковая. Только гильза немного больше и, естественно, мощнее. Ну, что я могу сказать в заключении, друзья? Болтать можно ещё долго, только, я думаю, никому это особо не будет интересно. Ну, поехали постреляем. Посмотрим, что она, как она покажет во время стрельбы. Честно говоря, я с этой винтовки ещё ни разу не стрелял. Купил её, я уже не знаю сколько, 5 лет или 7 назад. Скажут, дурачок накупает. Купить купил, очень хотелось. А стрелять всё никак... Ну, не получалось на охоте. Есть охота, в которой идёшь либо с дробовиком, либо с хорошим нарезным калибром. А мелкашка как-то вроде выпадает. Это так по мелкой дичи. Но не всегда на такие охоты попадёшь. Постреляем, посмотрим. Ну что, друзья. Как я уже и говорил неоднократно. Перед тем, как идти в тир, пристреливать винтовку. Особенно, если эта винтовка новая. И вы ещё к ней не пристрелялись, как следует. Её обязательно нужно отрегулировать по лазерному лучу. Вот видите. У меня на руке. Лазерный мощный, но регулирует надо ночью. Днём вы его далеко не увидите. Я ставлю на стенд, который исключает практически полностью моё участие. Я не держу винтовку. Чуть-чуть он завышенный. Но в пределах нормы. Эти с крышкой были 50. Чего? Эти с крышкой боков. Вот такие фаркеты здесь. Длинными. Эти с крышкой наверх. Вот на 50-летний. Мы зашли. Где у меня уже был. Тот только на лыжке. Белый отверх. Это 50? Я не уверен. Ты уверен? Я не уверен, не уверен. Похоже, как 100, both of them. Может быть. 50. 50 должно быть, должно быть этот, я думаю. Ага. Посмотри на это. Первый, первый, 25. Следующий. Это значит. Хорошо. 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 Так, к сожалению. Так, пять штук у меня в магазине не вылазило. Как они говорили, что пятизарядное. Значит один, они думают, что будет в стволе. Ну что ж. Я думаю, что в общей сложности пяти патронов хватит. Пока не стреляю, пока человек не придет. Пошел переставить мишень. Это хотя он действует не по правилам. Положено стрелковые ячейки закрывать, когда идешь. Но поскольку он один, я знаю, что он там. И, естественно, стрелять ни в коем разе не буду. Ты готов? Я думаю, что готов. Угу. 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 Продолжение следует... 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 либо под винтики но уже смотрите сами какой он будет больше нравится потом если будет в этом необходимость его родной тоже очень неплохой он пострелял посмотрел скажу что мне понравилось сейчас пойду чистить больше всего них не люблю чистить оружие пострелять в удовольствие вот потом со щеточкой сидеть вылизывать его тряпочкой но никуда не не денешься чистить нужно ну а вам всего наилучшего всего самого хорошего подписывайтесь ставьте лайки как я уже говорил есть подписки есть лайки есть что есть стимул что-то снимать нету лайков нет просмотров нет подписчика ну посмотришь настроение пропадает снимать ничего не хочется а снять у меня еще есть что показать я думаю по все по мелочам будет интересно всем пока